здравствуйте ребята мы начинаем очередную лекцию по биохимии она будет посвящена интеграции обмена веществ мы с вами прошли в течение последних лекций катаболизм липидов анаболизм липидов начали разбирать катаболизм белков разобрали катаболизм и анаболизм и углеводов и чтобы у вас не сложилось впечатление что это все какие-то отдельные темы мы сегодня все эти лекции объединим вместе то есть мы должны сегодня увидеть что на самом деле это один обмен веществ который мы просто условно разделили на несколько тем для того чтобы вам было легче это изучать усваивать но на самом деле все эти метаболизмы они взаимосвязаны и один плавно переходит в другой и нам надо сегодня обозначить точки взаимодействия точки соединения метаболизма углеводов белков и жиров и для этого мы будем рисовать сегодня большую схему поэтому вашей тетради вы должны выделить целый чистый лист на котором вы будете все это записывать вот у меня доска я буду это все делать на доске и доска достаточно маленькая для того чтобы всю эту тему показать поэтому я буду писать не очень крупно а вы старайтесь в своей тетрадочке у вас места больше это все понятно записывать итак записываем еще раз тему сегодняшней лекции интеграция обмена веществ интеграция обмена веществ или еще лучше в скобочках напишите интеграция обмена белков углеводов и жиров интеграция обмена белков углеводов и жиров мы с вами начинали с углеводов поэтому давайте и на нашей схеме мы тоже будем рисовать начиная с углеводов а потом будем присоединять жиры и белки и так условно давайте мы представим что вот перед вами доска и условно мы ее мысленно разделим на три части вот то что будет с этой стороны это будет кровь откуда поступают питательные вещества центр это будет цитоплазма клетки и наконец вот здесь справа мы будем считать что это внутренность митохондрии на самом деле вы все это хорошо знаете из курса биохимии того который мы уже разобрали нас на прошлых лекциях но так я думаю вам будет зрительней более понятно и так начинаем с того что не на самом верху отступите строчки 3 примерно и вот тут вот нарисуем мы клеточную мембрану мы договорились начисто это кровь а здесь начинает клеточная мембрана мембрана а здесь начинается уже цитоплазма клетки и договорились что мы начнем с углеводов и так вот кровь попала глюкоза вот мы ее здесь и нарисуем глюкоза она должна попасть в клетку для того чтобы начался метаболизм рисуем стрелочку глюкоза должна проникнуть сквозь клеточную мембрану и вот она оказалась цитоплазме опять пишем глюкоза я хочу вам сказать что сегодня мы с вами не будем разбирать ни одной форму формулы формулы вы уже все с вами разобрали мы будем все писать словами и я думаю что вы этому только рады но тем не менее слов будет слишком много и поэтому пожалуйста слушайте внимательно и так глюкоза сама по себе она в анаболизм и катаболизм не включается вы знаете что первым этапом глюкоза должна превратиться в глюкоза 6 фосфат это одна из ключевых реакций углеводного обмена которая катализируется регуляторным ферментом если это клетки нашего организма мышц и других органов то это катализируется ферментом гексокиназой а если это печень то глюкокиназой вот давайте это и запишем итак глюкоза превращается в глюкоза 6 фосфат над стрелочкой мы будем писать название ферментов не всех а только тех ключевых от которых будет зависеть понимание сегодняшней темы более того мы будем писать название не всех веществ а только главных веществ где находятся точки соприкосновения метаболизма углеводов белков и жиров и так вот здесь над глюкозой мы пишем гексокиназа а в печени глюкокиназа гексокиназа и глюкокиназа если это мышцы например то глюкоза превращается в глюкоза 6 фосфат под действием гексокиназа и потом начинает расщепляться с выделением энергии если это печень энергии достаточно то глюкоза под действием глюкокиназа превращается в глюкоза 6 фосфат и потом начинается синтез гликогена тогда будет уже стрелочка вверх вот мы с вами разбирали отличие этих ферментов они принципиальны хотя и катализирует одну и ту же химическую реакцию ну вот теперь станет понятно почему мы с вами оставили наверху немножко места потому что глюкоза 6 фосфат через глюкоза 1 фосфат дальше может превращаться в гликоген это полимер которые как бы является хранилищем глюкозы в нашем организме он есть в печени он есть в мышцах и так здесь напишем на самом верху гликоген глюкоза 6 фосфат может превратиться через глюкоза 1 фосфат гликоген под действием фермента гликоген синтазы запишем это важный фермент гликоген синтаза свою очередь гликоген если нам нужна энергия может распадаться опять же через стадию глюкоза 1 фосфата до глюкоза 6 фосфата под действием на фермента фосфориелазы вот теперь стрелочка вниз здесь пишем фосфориелаза мы должны с вами не только разобрать интеграцию взаимодействие метаболизмов но еще разобрать как происходит регуляция этих процессов и вот сразу давайте напишем что фермент фосфориелаза активируется под действием двух гормонов адреналина и глюкогона еще раз повторяю все что я сегодня говорю вы знаете я просто объединяет темы нескольких лекций для того чтобы у вас получилась общая цельная картина и так здесь вот наверху напишем адреналин и глюкогон вот два этих гормона активирует фермент фосфориелазу ну помните мы с вами разбирали что когда нам нужна быстрая энергия выделяется адреналин и вот в частности биохимическое действие адреналина заключается в том что он активирует фосфориелазу которая начинает распад гликогена также адреналин активирует тканевую липазу это чуть позже запишем и таким образом начинается и распад липидов жиров для того чтобы в топку общую топку организмов бросить углеводное и жировое топливо и мы можем мгновенно получить энергию глюкогон обладает таким же действием но отличие заключается в том что он действует более плавно и вот когда между приемами пищи завтрак уже давно было обед еще не был начался энергия нам нужна тогда включается глюкогон для того чтобы поддерживать определенный уровень глюкозы и других питательных веществ тканях для того чтобы организм плавно постоянно снабжался энергией действие у этих двух гормонов одинаково направленная но она немного отличается по ситуации то есть адреналина это стрессовая ситуация глюкогон это плавные физиологические изменения уровня глюкозы и жирных кислот в крови ну вот так вот мы с вами уже верхушку нашей схемы нарисовали теперь дальше если нам нужна энергия мы включаем гликолиз и теперь мы будем рисовать на доске с вами ключевые вещества которые образуются при гликолизе так вот глюкоза помните гликолиз начинается глюкоза глюкоза 6 фосфат а дальше глюкоза 6 фосфат претерпевает ряд изменений и вот ключевые вещества мы сейчас запишем глюкоза 6 фосфат превращается если вы помните в фруктоза 6 фосфат фруктоза 6 фосфат это просто реакция изомеризации а вот следующая реакция важнейшая фруктоза 6 фосфат превращается во фруктозу 16 дифосфат под действием главного регуляторного фермента гликолиза фосфа фрукта киноза вот это вы с вами должны отметить итак фруктоза 6 фосфат превращается в фруктозу 16 дифосфат и вот здесь напротив стрелочки мы запишем название этого важнейшего пермента фосфа фруктокиноза фосфа фруктокиноза фосфа фруктокиноза дальше фруктоза 16 дифосфат распадается на две половинки на 3 фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиоцетон потом 3 фосфоглицериновый альдегид тоже превращается фосфодиоксиоцетон поэтому мы напишем здесь слово фосфодиоксиоцетон вы должны понимать что вот это все гексозы а фосфодиоксиоцетон это уже триоза и таким образом фруктоза 16 дифосфат развалилась на две молекулы которые превратились в 2 фосфодиоксиоцетон и так фосфодиоксиоцетон фосфодиоксиоцетон или некоторых книжках написано диокси или дигидроксиоцетон фосфат это одно и то же я предпочитаю вот такое название фосфодиоксиоцетон дальше фосфодиоксиоцетон через ряд реакций превращается в фосфоенол пиро виноградную кислоту фосфоенол ира виноградную кислоту фосфоенол ну вы наверное запишите целиком это слово а я пишу сокращенно как еще раз говорю у меня не так много места на доске фосфоенол пвк фосфоенол пвк фосфоенол пиро виноградная кислота которая в свою очередь превращается в пиро виноградную кислоту пвк пвк это пиро виноградная кислота и катализирует эту реакцию тоже очень важный регуляторный фермент который называется пируатки нас давайте запишем пируатки нас пиро ватки нас ну дальше вы помните что пировиноградная кислота проникает митохондрию и в митохондрии она превращается в ацетил коэнзима а мы договорились что то что будет касаться митохондрии вот мы будем рисовать справа и сейчас вот мне надо немножечко тут фосфо фруктокиназу ужать для того чтобы здесь больше места было фосфо фруктокиназа вот теперь рисуем стрелочку пировиноградная кислота проходит через мембрану митохондрии и вот она у к оказывается у нас митохондрии пвк прежде чем мы перейдем к первоады гидрогеназной реакции циклу крепса давайте обсудим обратный процесс гликолизу глюконеогенез вот из пировиноградной кислоты в принципе глюкоза в организме может синтезироваться снова но гликолизе практически все реакции вот сверху вниз обратимые за исключением 3 3 реакции необратимы это тоже мы с вами разбирали это гексокиназная или глюкокиназная реакция когда глюкоза превращается в глюкоза 6 фосфат это фосфофруктокиназная реакция вот это и это пироваткиназная реакция когда фосфоэнол пировиноградная кислота превращается в пвк поэтому организм для того чтобы снова синтезировать глюкозу из неуглеводных продуктов ну таких как пировиноградная кислота например или молочная кислота организм должен найти обходные пути этих трех реакций там где реакция обратимым просто сейчас нарисуем стрелочки в другую сторону вот смотрите это реакция обратима эти реакции обратимы вот и у нас остались три стрелочки которые мы просто так не можем нарисовать в другую сторону то глюкоза глюкоза 6 фосфат фруктоза 6 фосфат фруктоза 1 6 дифосфат и фосфоэнол пировиноградная кислота пвк эти реакции мы с вами не можем напрямую нарисовать обратимыми потому что с данными ферментами а именно с гексокиназой фосфофруктокиназа и перуваткиназа эти реакции не могут идти в обратную сторону что же делать ну в случае первых двух реакций тут все достаточно просто вот смотрите глюкоза 6 фосфат может превратиться в глюкозу но под действием уже другого фермента но под действием уже другого фермента это фермент глюкоза 6 фосфатаза если в эту сторону реакция идет под действием фермента гексокиназа или глюкокиназа в печени то обратно эта реакция может идти но она как бы уже другая потому что другой фермент по действием фермента глюкоза 6 фосфатаза глюкоза 6 фосфатаза давайте напишем здесь глюкозу 6 фосфатаза глюкоза 6 фосфатаза есть у нас обходной маневр и тут для превращения фруктоза 16 дифосфатов во фруктоза 6 фосфат вот смотрите я рисую тоже обходной маневр не прямую стрелочку а вот сбоку и здесь фермент фруктоза без фосфатаза давайте тоже запишем название этого фермента фруктоза без фосфатаза фруктоза без фосфатаза так с третьей реакции вот превращение фосфоенол пвк в пвк а точнее обратно пвк фосфоенол пвк здесь ситуация сложнее чем заключается ее сложность том что нет другого фермента который напрямую пировиноградную кислоту превращает фосфоенол пвк здесь есть обходной маневр который состоит из трех фактические реакции получается над циклом крепца у нас есть еще один микроцикл превращение фосфоенол пвк пвк а потом пвк превращается в чревле его уксусную кислоту а щавелева уксусная кислота уже превращается снова фосфоенол павока вот давайте это запишем но для того чтобы это записать нам нужно чтобы у нас появился щуга щавелева уксусная кислота оксалоацетат поэтому мы должны с вами начать писать цикл крипса и так пвк в митохондрии мы сейчас разберем это но нам надо чтобы у нас действующим лицом стала щавелева уксусная кислота и так пировиноградная кислота уже митохондрии превращается как вы помните в ацетилка энзима а давайте это запишем а вот ацетилка энзима а реагирует митохондрии со щавелева уксусной кислотой и начинается цикл крипса плюс щук но для того чтобы у нас щук не щавелева уксусная кислота не оказалась подвешенная в воздухе мы с вами давайте вначале зарисуем основные компоненты цикла крипса а потом вернемся к обратимости этой реакции и так щавелева уксусная кислота если вы помните превращается в лимонную цитрат после взаимодействия с ацетилка энзимом а я вначале нарисую вещества а потом обведу это стрелочками что получился у нас цикл цитрат превращается в изоцитрат изолимонную кислоту и изоцитрат я цисоконитовую пропускаю это не так важно теперь значит лимонная кислота изолимонная цитрат изоцитрат дальше альфа-кетоглуторат альфа-кетоглутаровая кислота альфа-кетоглуторат дальше у нас образуется сукцинил в прямом смысле у нас с вами в митохондриях образуется сукцинилка зима а потом янтарная кислота сукцина потом фумаровая кислота фумарад яблочная кислота молод и все цикл замкнулся яблочная кислота снова превращается в оксалоацетат или щавелевую кислоту теперь давайте соединим это все стрелочками и так щук оксалоацетат превращается в цитрат цитрат визоцитрат изоцитрат в альфа-кетоглуторат альфа-кетоглуторат сукцинилка энзима а сукцинилка зима в сукцинат янтарную кислоту сукцинат фумаровую фумарад дальше молод и дальше снова щук это вот у нас сейчас я возьму так чтобы вам не заслонять вот тут так наверно стану посмотрите это у нас цикл крепца номер два или цикл лимонной кислоты и не так страшно вы почему-то боитесь цикла крепца говорите что это самая сложная тема биохимии но посмотрите гликолиз гораздо длиннее сложнее но гликолиз вам как-то проще дается вот здесь циклический процесс и все начинается со щавели вкусной кислоты и заканчивается щавели вкусной кислоты а теперь когда у нас щук появилась на нашей схеме на нашей доске нам надо разобраться как нам пиро виноградную кислоту снова превратить фосфо-генол пвк оказывается если пиро виноградную кислоту карбоксилировать то есть добавить карбоксильную группу прибавить углекислый газ образовалась карбоксильная группа то у нас образуется щавели уксусная кислота поэтому мы вот здесь нарисуем еще одну стрелочку вы следите внимательно потому что стрелки у нас сейчас начнут пересекаться извиваться и вам важно вот последовательно записывать что потом разобраться в этой схеме ну раз перуват карбоксилируется то и фермент называется перуват карбоксилаза я вот тут это и напишу вдоль стрелочки перуват карбоксилаза вот немножко так оно получилось мелковато но еще раз повторяю для того чтобы вы успели это записать и так пиро виноградная кислота под действием фермента перуват карбоксилазы превращается в щавелево уксусную кислоту а вот щавелева уксусная кислота может теперь превратиться фосфо-генол пвк и таким образом путем обходного маневра то есть превращение пера виноградной кислоты в щук мы можем добиться что снова образуется фосфо-генол пвк так для этого нам надо нарисовать еще одну стрелочку смотрите теперь вот щавелева уксусная кислота у нас превращается фосфо-генол пвк и как бы цикл замкнулся посмотрите один цикл это цикл крепса а второй цикл вот фосфо-генол пвк 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 щук и щук снова фосфо-генол пвк нам надо назвать фермент а потом я еще раз повторю это фермент называется фосфо-генол перуват карбоксикиназа фосфо-генол перуват карбоксикиназа давайте вот я даже не знаю где написать вот давайте здесь напишем сокращенно фосфо-генол перуват карбоксикиназа карбоксикиназа вот у меня совсем мало места а вы полностью напишите это слово и так вот эта стрелочка катализируется ферментом фосфо-генол перуват карбоксикиназа фосфо-генол перуват карбоксикиназа так я вот отойду еще раз возьму указку и пока буду вам показывать вы то что не успели запишите пожалуйста наверно с этой стороны лучше стать итак у нас образовался маленький цикл он заключается в чем после монопера виноградная кислота в гликолизе под действием перуват кеназы превращается в перуват пира виноградную кислоту и так фосфо-генол перуват виноградный кислота превращается перуват кеноза дальше если нам нужно снова пиро виноградную кислоту превратить глюкозу глюконеогенез то пиро виноградная кислота вначале превращается в щавелева уксусную кислоту под действием фермента вот пируват карбоксилазы а потом еще раз пиро виноградная кислота превращается в щавелева уксусную кислоту под действием пируват карбоксилазы а дальше щавелева уксусная кислота превращается снова фосфоэнол пировиноградную кислоту под действием фермента фосфоэнол пируват карбоксикиназы таким образом смотрите если у нас возникла задача в условиях избытка энергии снова синтезировать глюкозу то мы повторяем гликолиз в обратном направлении за исключением трех реакций это гексокиназной реакции или глюкокиназной в печени это фосфофруктокиназная повторяю это я уже так что говорил но чтобы вы закрепили и пируват киназной как мы это делаем давайте проследим путь вот у нас пировиноградная кислота и нам надо превратить ее в глюкозу мы делаем это так мы превращаем пировиноградную кислоту щавелево уксусную фосфоэнол пировиноградную дальше идет процесс обратимых реакций до фруктоза 1,6 дифосфата после этого включается новый фермент фруктоза бисфосфатаза которая превращает фруктоза 1,6 дифосфат во фруктоза 6 фосфат дальше обратимая реакция изомеризации и а потом снова необратимая реакция поэтому включается новый фермент глюкоза 6 фосфатаза и у нас получилось глюкоза я несколько раз это повторил почему потому что мы сейчас с вами будем этот путь проходить несколько раз когда будем подключать обмен аминокислот обмен белков и аминокислот ну вот так как бы мне стать вот тут у нас есть свободное место на доске вот я пока вот тут встану вы еще раз посмотрите на эту схему мы как бы с вами нарисовали полностью обмен углеводов который завершается сгоранием продуктов гликолиза в цикле крепс теперь нам надо с вами к углеводам подключить жиры поэтому сейчас будет еще новые вещества новой стрелочки поэтому вот вы вот эту картинку зафиксируйте и если у вас есть ручки другого цвета то давайте вот жиры например нарисуйте там зеленым цветом белки красным цветами тогда вам будет легче разбираться где какие вещества а я вот здесь начну рисовать как включается этот общий котел метаболизма обмен жиров и так жиры ну если шире сказать то мы будем говорить о липидах но жиры это одна из разновидность липидов в принципе так же само включаются и фосфолипиды и и так как основное основную энергетическую функцию у нас выполняет именно жир три глицериды то мы на этом и сконцентрируем свое внимание но вы должны подразумевать что остальные виды липидов тоже включаются в этот же самый котел жир как вы помните три глицериды состоят из спирта глицерина и жирных кислот и молекула жира распадается на глицерин и жирные кислоты под действием фермента липазы липазы есть у нас в желудочно-кишечном тракте у нас есть тканевая липаза если вот нам понадобилась энергия есть пока нет возможности то мы начинаем расщеплять свои внутренние жиры под действием тканевой липазы и здесь также включаются до боли знакомые нам гормоны адреналин и глюкогон то есть адреналин и глюкогон как активирует фосфорилазу так активирует и тканевую липазу вот мы это сейчас с вами нарисуем итак жир под действием липазы над стрелочкой пишем липаза делаем вилку сверху пишем глицерин а снизу жирные кислоты и опять вот смотрите я сейчас вот тут нарисую стрелочку адреналин и глюкогон они активируют не только фосфорилазу но и липазу это стрелочка обозначает активацию вот здесь у нас активация фосфорилазы а здесь у нас активация липаза куда девается глицерин глицерин под действием атф фосфорилируется превращается в глицерол фосфат а потом идет до гидрогеназной реакции образуется фосфодиоксиоцетон видите они друг напротив друга как раз оказались это очень удобно то есть глицерин образующийся при распаде жиров превращается в компонент гликолиза фосфодиоксиоцетон а что дальше а дальше очень просто если нам нужна энергия то фосфодиоксиоцетон превращается в фосфоенол ПВК потом в ПВК потом в ацетилкоэнзима и сгорает циклик репса мы можем даже посчитать сколько молекул АТФ на это тратится а теперь если у нас энергии много то тогда глицерин превращаясь в фосфодиоксиоцетон включается в реакции синтеза глюкозы вот идет стрелочка вверх до фруктоз 1,6 дифосфата потом вот этот обходной маневр фруктоза 6 фосфат потом стрелочка вверх глюкоза 6 фосфат и потом еще один обходной маневр и глюкоза таким образом глицерин при избытке энергии через фосфодиоксиоцетон превращается в глюкозу а при недостатке энергии опять же через фосфодиоксиоцетон попадает в виде ацетилкоэнзима в цикл репса и сгорает выделением энергии теперь жирные кислоты ну куда деваются жирные кислоты это у нас была целая лекция по поводу бета окисления жирных кислот если вы помните жирные кислоты распадаются до молекул ацетилкоэнзима А то есть например вот если в жирной кислоте 18 атомов углерода а в ацетиле который присоединяется к коэнзиму А и получается ацетилкоэнзима всего 2 молекулы 2 атома углерода то получается что 18 атомов углерода в жирной кислоте дают 9 молекул ацетилкоэнзима А потому что каждая из них содержит 2 атома углерода если у нас было например 12 атомов углерода значит 6 получается ацетилкоэнзима А и так далее то есть жирные кислоты они за счет своего длинного углеводородного радикала дают большое количество энергии за счет того что превращаются в большое количество молекул ацетилкоэнзима еще раз в ацетиле 2 атома углерода в жирной кислоте там 14 16 18 и так далее вот наше бета окисление режет эту длинную предлинную жирную кислоту как ножом колбасу на кусочки в каждом кусочке 2 атома углерода это получается ацетилы которые дают ацетилкоэнзима поэтому нам надо сейчас нарисовать еще одну такую вычурную стрелочку которая жирную кислоту вот нашу соединит с ацетилкоэнзимом А а он уже включится в цикл Крепса ну давайте подумаем как это мы сделаем я думаю чтобы у нас тут все не перекрестилось мы вот таким образом вот пойдем сюда 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 и отсюда вот сюда вот давайте еще раз проследим путь жирной кислоты и так вот жирная кислота бета окисление реакции бета окисления помните дегидрирование гидротация дегидрирование теолиз 4 реакции бета окисления и в результате получается ацетилкоэнзима ацетилкоэнзима реагирует с еще и люксной кислотой цикл Крепс перед тем как мы начнем подключать сюда обмен белков нам надо сказать еще одну важную вещь которую тоже знаете что ацетилкоэнзима при избытке энергии может превращаться в кетоновые тела или еще их называют ацетоновые тела вот давайте нарисуем вот здесь кетоновые тела это происходит при избытке энергии когда у нас много ацетилкоэнзима кетоновые тела это тоже хорошие консервы энергии до поры до времени пока их не станет очень много если их станет очень много они влияют на ph среды вызывают ацидоз и могут вызвать патологические различные состояния поэтому все хорошо в меру кетоновые тела это нормальные метаболиты человеческого организма и в небольших количествах они нам нужны потому что эти кетоновые тела мы всегда можем снова превратить в ацетилкоэнзима и сжечь в цикле крепс кетоновых тел если вы помните три это три всего вещества ацетауксусная кислота бета-гидрокси масляная кислота и ацетон поэтому они называются ацетоновые тела по-другому я не буду это повторять потому что это вы хорошо знаете это вы уже проходили теперь дальше перед тем как мы с вами начнем говорить о белках еще одну вещь очень важную надо сказать смотрите есть реакции обратимые есть реакции необратимые но необратимые реакции мы можем обхитрить путем включения других фермеров элементов или путем вот таком ну как бы превращение через промежуточное вещество обходного маневра через щук видите но есть реакция абсолютно необратимая вот это абсолютно необратимая реакция это превращение 1 виноградной кислоты в ацетилкоэнзима у нас нет возможности снова ацетилкоэнзима превратить в пиро виноградную кислоту и нету другого фермента и нету обходного маневра когда человек здоров ничего страшно все нормально 1 виноградная кислота образуется в ацетилкоэнзим превращается в ацетилкоэнзима и потом сгорает в цикле крепцы никаких проблем но если человек болен например сахарным диабетом то вот это необратимая реакция приводит к серьезным метаболическим нарушением к накоплению веществ которые в принципе в организме нежелательно чтобы накапливались и мы об этом поговорим чуть позже просто еще раз прошу обратить ваше внимание на то что вот ведь я даже обвел кружочком эту стрелочку на то что превращение 1 виноградной кислоты в ацетилкоэнзима это процесс односторонний односторонний ну давайте еще раз я отойду и теперь вы видите схему углеводов и жиров еще раз точки соединения это фосфодиоксиоцетон для глицерина и ацетилкоэнзима для вот она наша стрелочка для жирных кислот теперь поговорим о катаболизме белков и так пишем вот тут вот внизу в уголке у нас совсем мало места осталось мы пишем белки как вы знаете белки состоят из аминокислот и существуют различные классификации аминокислот помните основные и не основные имеется ввиду те которые включаются в биосинтез белка и те которые не включаются или образуются уже после окончания биосинтеза белка то есть 20 основных аминокислот остальные не основные некоторые аминокислоты такие как например орнитин цитрулин о которых мы говорили на прошлой лекции они включаются в состав белка они являются промежуточными продуктами метаболизма образования мочевины это одна классификация другая классификация по растворимости есть аминокислоты растворимые и нерастворимые дальше есть классификация по строению радикала то есть когда у нас есть циклические аминокислоты с циклическими радикалами а есть аминокислоты с линейными радикалами есть по их свойству давать в окружающую среду протоны водорода или гидроксилы то есть щелочные основные аминокислоты в смысле щелочные а есть кислые аминокислоты есть нейтральные аминокислоты помните диаминомонокарбоновые это щелочные аминокислоты моноаминогикарбоновые это кислые аминокислоты там две карбоксильных групп ну и так далее но есть еще одна очень важная классификация это метаболическая классификация в зависимости от того во что могут превратиться аминокислоты при метаболизме и вот здесь все аминокислоты можно разделить на две группы кетогенные и глюкогенные аминокислоты поэтому вот мы нарисуем также как у жиров такой вот стрелочку в виде вилки и на одном конце нарисуем аминокислоты глюкогенные а на другой глюкогенные аминокислоты а на другой развилочки напишем кетогенные аминокислоты ну почему они так называются нетрудно догадаться потому что глюкогенные аминокислоты могут превратиться в глюкозу а кетогенные кетоновые тела и таким образом нам надо сейчас нарисовать еще ряд стрелочек которые будут показывать как это происходит то есть как одни аминокислоты могут превратиться в глюкозу а другие аминокислоты как они могут превратиться в кетоновые тела давайте начнем с кетогенных аминокислот потому что здесь проще они превращаются или в ацетилкоэнзима или ацета ацетилкоэнзима и дальше могут давать кетоновые тела поэтому здесь будет всего лишь одна стрелочка вот смотрите она идет параллельно стрелочки которая идет от жирных кислот видите кетогенные аминокислоты идет идет стрелка это же в ацетилкоэнзима от ацетилкоэнзима стрелочка может идти как в сторону кетоновых тел вот поэтому они кетогенные таки вниз при взаимодействии щук цикл крепца и сгорания радикалов этих кислот ну вы помните я вам говорил об этом на позапрошлой лекции о том что для того чтобы аминокислоты включились вот в этот общий метаболизм они вначале должны потерять азот они должны потерять аминогруппу и для этого у нас вот здесь после расщепления белков еще должен быть этап дезаминирования или трансаминирования ну на такой большой схеме это как бы рисовать не надо но это подразумевается то есть вначале аминокислоты теряют аминогруппу происходит дезаминирование или трансаминирование и потом вот эти вот радикалы уже без азотные они могут дать как кетоновые тела так и глюкозу нельзя сказать что деление на кетогенные и глюкогенные аминокислоты она очень четкая для всех аминокислот напишите где-нибудь там где у вас есть комментарии до этой схемки или после этой схемки напишите пожалуйста такую фразу что существуют две аминокислоты которые одновременно являются и кетогенными и глюкогенными то есть эти две аминокислоты могут превращаться и в глюкозу и в кетоновые тела а если быть точнее они разваливаются на две части одна из них превращается в глюкозу а другая в кетоновые тела это фенилаланин и тирозин фенилаланин и тирозин а почему так вспоминайте прошлую лекцию мы с вами когда писали метаболизм фенилаланин и тирозин а мы сказали что эти аминокислоты вернее радикалы этих аминокислот могут давать фумаровую и ацетауксусную кислоту и тогда фумаровая кислота включается напрямую в цикл крепса и путем вот этого поворота через щук фосфоиного пвк может дать глюкозу а ацетауксусная кислота превращается в ацетилкоэнзима или напрямую является кетоновым телом то есть если энергии мало то она превращается в ацетилкоэнзима когда энергии много тогда ацетилкоэнзима может снова дать ацетауксусную кислоту ацетауксусная кислота это одна из кислот или вернее одно из веществ которые являются кетоновыми телами и раз напоминаю что кетоновых тел 3 там две кислоты и ацетон ацета уксусная бета гидрокси масляна и сам ацетон вот фенилаланин и керозин могут давать ацета уксусную кислоту и вторая половинка дает этих аминокислот дает фумаровую кислоту а вот с глюкогенными аминокислотами дело обстоит сложнее потому что глюкогенные аминокислоты могут включаться вот в наш метаболизм на разных этапах и мы с вами должны теперь нарисовать несколько стрелочек от глюкогенных аминокислот которые покажут в какие компоненты гликолиза или цикла крепца могут включаться разные глюкогенные аминокислоты но перед тем как мы это начнем делать давайте решим такую мысленную задачку вот представьте себе аминокислоту аланин представили надеюсь что представили вывез строение 20 аминокислот должны знать а теперь мысленно уберите аминогруппу и присоедините кетогруппу то есть вместо nh2 двойная связь о и скажите какое вещество получится я понимаю что для вас это мозговая атака но тем не менее я думаю что хорошие студенты которые представляют эти формулы без труда скажут если аланин потеряет аминогруппу и приобретет на этом месте кетогруппу то получится первая виноградная кислота вот и ответ на как же мне стать вот наверное сюда вот и ответ что одна из глюкогенных аминокислот например аланин легко превращается в первая виноградную кислоту путем простого трансаминирования то есть когда аминогруппа меняется на кетогруппу хорошо это была самая простая задачка теперь посложнее задачка а скажите пожалуйста опять теперь представьте представьте себе аспарагиновую кислоту теперь скажите пожалуйста если в аспарагиновой кислоте аминогруппу заменить на кетогруппу что получится я делаю паузу чтобы вы могли подумать итак аспарагиновая кислота помните моноаминодикарбоновая кислота и вот аминогруппа исчезает а вместо нее появляется кетогруппа двойная связь его что получается ну представили получается щавелева уксусная кислота вот она давайте я теперь сюда ты и вот из этой глюкогенной аминокислоты аспарагиновой путем переаминирования образуется щук вот мы когда с вами изучали щавелева уксусная кислота это как бы у вас голове цикл крепца аспарагиновая кислота это раздел строения белков на самом деле посмотрите это фактически одна реакция которая превращает аспарагиновую кислоту в щавелева уксусную это трансаминирование все и аспарагиновая кислота сразу включается в цикл крепцы ну и совсем теперь легкий вопрос если мы представим точно также глутаминовую кислоту оторвем аминогруппу и присоединим кетогруппу что получится получится ну даже по названию понятно получится альфа-кетоглутаровая кислота точно так некоторые аминокислоты могут превращаться в субцинилка энзима фумарову это тирозин и фениланин только что я вам напоминал об этом и вот мы должны нарисовать эти стрелочки для того чтобы показать что разные глюкогенные аминокислоты могут превращаться в разные компоненты метаболизма углеводов и циклокрепса вот давайте мы нарисуем и так вот от глюкогенных аминокислот ну самая простая стрелочка эта сторона пвк вот те маленькие аминокислоты не только аланин но и другие аминокислоты с маленькими радикалами они могут давать первой виноградную кислоту дальше вот теперь вот сюда вот чтобы стрелочки у нас не очень пересекались вот еще ниже потянем стрелку а потом вот здесь делаем развилку от этой стрелки в альфа-кетоглутаровую могут превращаться некоторые гликогенные аминокислоты дальше в субцинилка энзима дальше фумаровую кислоту дальше в щавелево уксусную кислоту и вот как бы все точки соединения у нас теперь есть значит вот стрелочка в сторону пировиноградной кислоты и стрелочки в сторону альфа-кетоглутаровой субцинилка энзима фумаровой и щавелево уксусная ну вот фактически у нас с вами основные названия молекул которые будут на этой схеме уже нарисованы и видите так незаметно шаг за шагом мы с вами сколько всего разного написали но еще раз прошу обратить внимание на эту схему которую мы нарисовали теперь вам понятно что жиры и белки это не отдельные какие-то метаболические соединения а это вещества которые также включаются в общие пути превращения особенно в цикл крепца такие углеводы например глюкоза и другие моносахариды и так я надеюсь что как бы этот этап у нас усвоен и теперь мы на этой схеме начнем с вами рисовать а что же происходит при патологии эти ничего больше добавлять как бы не будем но кое-что здесь пометим отметим и разберем и так опять же если у вас есть ручка другого какого-то цвета то вот этой ручкой делаете определенные пометки если ручка у вас одного цвета ну тогда как-то обводите двойной линии или там пунктиром как вам нравится для того чтобы было понятно вот смотрите перед тем как мы будем разбирать что происходит при патологии мы должны с вами еще раз поговорить о гормональной регуляции с адреналином и глюкогоном все понятно мы уже это написали адреналин и глюкогон они включаются когда нужна энергия поэтому они активируют фосфорилазу разрушается гликоген и активируют липазу разрушается жир а есть еще один важнейший гормон его его название прекрасно знаете это гормон инсулин вот давайте его вот здесь напишем и сулин есть оказывается несколько ферментов которые синтезируются только в присутствии инсулина если адреналин и глюкогон являются активаторами помните там через действие через рецепторы с активацией фермента киназа и так далее в конце концов активирует фосфорилазу или пазу то инсулин действует по-другому его связь с соответствующим рецептором приводит к тому что запускается синтез ряда ферментов таких мы их просто сейчас обведем ну если у вас есть там красная ручка вы видите красная ручка я просто обведу кружками или овалами вы смотрите инсулин влияет носит влияет на синтез гликоген синтазы влияет на синтез глюкокиназа и гексокиназы смотрите видите те наши ключевые ферменты оказывается синтезируются только в присутствии инсулина дальше фосфофруктокиназы и наконец перуатки над и кроме того сейчас мы еще раз повторим и кроме того инсулин влияет на проницаемость клеточной мембраны для глюкозы вот посмотрите теперь мы обвели точки приложения инсулина к нашей схеме это влияние на синтез гликоген синтазы глюкокиназы гексокиназы фосфофруктокиназы перуатки назы и обеспечение проницаемости клеточной мембраны для глюкоз вот когда мы с этим разобрались можно подумать о том а что же будет если инсулин перестанет синтезироваться или если инсулин синтезируется но не по какой-то причине не оказывают влияния на ткани вот когда гормона инсулина мало когда он синтезируется в небольшом количестве это так называемый сахарный диабет первого типа он это заболевание когда и мало инсулина значит эти гормонов этого гормона синтезируется мало в свою очередь синтезируется мало ключевых ферментов вот которые введены не нарушается проницаемость мембраны для глюкозы и наконец когда инсулин есть но он не может оказать своего действия это сахарный диабет 2 типа и тогда в принципе наличие инсулина не меняет картину потому что инсулин есть а все равно эти ферменты не синтезируется и клеточная мембрана непроницаема почему это приводит вначале давайте мы нарисуем крестиками и места где произойдет нарушение металл где произойдут нарушение метаболизма вот смотрите мы сейчас разбираем заболевание которое называется сахарный диабет мало инсулина или инсулин не работает при сахарном диабете мало инсулина или инсулин не работает поэтому глюкоза не может проникнуть в клетку нарушена проницаемость дальше нарушена гексокиназная реакция и глюкокиназная глюкоза не может превратиться в глюкоза 6-фосфат дальше фруктоза 6-фосфат не может превратиться фруктоза 1-6-дифосфат следующий крестик дальше фосфо и оксиоцетон превращается фосфоенол пвк без всяких проблем но зато фосфоенол пвк не может превратиться в пвк потому что нет первого откина следующий крестик и наконец если нужно синтезировать гликоген тоже не получится потому что глюкоза 6-фосфат через глюкоза 1-фосфат не может превращаться в глюкоген нет гликоген синтаза или и мало давайте обведем эти крестики чтобы они были хорошо видны раз два три четыре ну и вот 5 это проницаемость вот посмотрите это места поломок при сахарном диабете раз два три четыре пять давайте подумаем чему же это приведет вот глюкоза она поступила нам с пищи или запасы нашего гликогена печени или мышцах распались под действием адреналина и глюкогона которые достаточном количестве чему это приведет это приведет к тому что уровень глюкозы в крови повысится и вы знаете что одним из симптомов сахарного диабета является повышение уровня глюкозы в крови поэтому вот всем людям на медосмотрах особенно в пожилом возрасте делают уровень глюкозы крови чтобы выявить на ранних стадиях нарушение метаболизма вызванные с сахарным диабетом если он начинается или если он есть что с глюкозой происходит она не может проникнуть в клетку и поэтому остается в крови но это еще не единственный механизм дальше то небольшой но не бывает чтобы инсулина вообще не было то есть какое-то инсулина небольшое количество все-таки есть и поэтому часть глюкозы все-таки проникает в цитоплазму но даже глюкоза сталкивается следующей проблемой она не может превратиться в глюкоза 6 фосфат ада небольшая часть которая превратилась глюкоза 6 фосфат не может превратиться фруктоза 16 дифосфат и наконец-то совсем малая часть которая превратилась фосфоенол пвк не может превратиться в пиро виноградную кислоту то есть фактически вот на этом пути у нас раз два три четыре блока дальше не образуется в результате достаточное количество пиро виноградной кислоты а щавелева уксусная кислота она синтезируется тоже из пиро виноградной кислоты за счет вот видите пиро ват карбоксилазной реакции и в результате когда у нас накопится много ацетилкоэнзима его накопится много мы сейчас к этому перейдем то за счет того что недостаток щавелева уксусной кислоты цикл крепца тоже начинает плохо работать и организм испытывает дефицит энергии раз организм испытывает дефицит энергии человек все время хочет есть но новые порции пищи опять приводит к тому что все эти реакции идут плохо а глюкоза накапливается в крови теперь смотрите если этот избыток попытаться превратить в гликоген тоже ничего не получится потому что гликоген синтеза нет а фосфорилаза есть поэтому так как организм испытывает недостаток энергии он гликоген не синтезирует разрушает наш адреналин и глюкогон присутствует в результате получаются новые порции глюкоза 6 фосфата которые вниз не могут пойти потому что тут эти блоки а за счет вот этой входной реакции глюкоза 6 фосфатазной новой порции глюкоза 6 фосфата образовавшиеся из гликогена тоже превращается в глюкозу и это еще один как бы механизм увеличения концентрации глюкозы в крови более того когда мы начинаем разрушать жиры и белки при сахарном диабете как я вам сказал недостаток энергии и организм сахарного диабетика он начинает разрушать жиры и белки то глюкогенные аминокислоты и глицерин включаются сюда но так как они не могут участвовать вот в этом метаболизме здесь блок они подвергаются глюконеогенезу смотрите а все реакции глюконеогенеза работают как часы вот смотрите это реакция не не блокирована эта реакция не блокирована это обходная реакция не блокирована это не блокирована и это не блокирована то есть получается что и глицерин и глюкогенные аминокислоты тоже превращаются в глюкозу вот откуда возникло название глюкогенные аминокислоты они могут при сахарном диабете давать новые новые порции глюкозы но у нас есть еще кетогенные аминокислоты и жирные кислоты и здесь включается вот проблема необратимости превращения пвк в ацетилкоэнзимал как она включается водка так опять же куда мне стать лучше сюда да смотрите и жирные кислоты и кетогенные аминокислоты дают конечном счете вот эти наши две стрелочки их специально рядышком нарисовал дают в конечном счете ацетилкоэнзима ацетилкоэнзима не может пойти в цикл крепца потому что у нас проблемы с циклом крепца поэтому ацетилкоэнзима превращается в кетоновые тела и таким образом организм больного сахарным диабетом превращается в фабрику кетоновых тел и глюкозы вот любая порция новой пищи приводит к синтезу новых кетоновых тел и новых молекул глюкозы поэтому уровень и глюкозы и кетоновых тел растет но теперь давайте поговорим каким симптомом это приводит вообще заболевание сахарный диабет оно было известно людям в древние времена но первое научное описание появилась первом веке нашей эры два древнеримских врача цельс и арет цельс и арет они описали некое заболевание которое назвали диабет еще слова сахарные тогда не было диабет почему они так назвали это заболевание диабет переводе с греческого означает истечение вытекания протекания то есть если сказать другими словами образование большого количества жидкости истечение вытекания протекания этого дословный перевод слова диабет почему потому что у больных с сахарным диабетом образуется большое количество мочи чем это связано это связано с тем что вот избыточную концентрацию глюкозы да и кетоновых тел надо как-то выводить из организма и выводятся они эти вещества с почками а почки же не могут выбрасывать сухую глюкозу поэтому эта глюкоза тянет за собой жидкость воду и объем мочи увеличивается за счет того что надо выводить новые новые порции глюкозы из организма поэтому развивается симптом который называется полиурия то есть большое количество мочи вот цельсиорет хорошо знали что больные с сахарным диабетом выделяют большое количество мочи из них как бы течет жидкость вытекает протекает и поэтому они называли диабет какое какая причина этого заболевания какое метаболическое нарушение естественно они не знали они даже не знали какой орган поражен при диабете прошло много-много веков сменились многие великие ученые после цельсиорета были такие гении как авиценна а более ибнсина дальше клод бернар и многие уже ученые в 19 начале двадцатого века которые придумывали различные причины сахарного диабета они как бы искали что же поражено при сахарном диабете ну цельсиорет считали что это заболевание желудочно-кишечного тракта вице на считал что это заболевание почек теперь мы знаем что нет что причина не в почках код бернар считал что это заболевание мозга он провел интересный эксперимент он у кролика делал укол в дно четвертого желудочка продолговатого мозга и при этом уровень глюкозы повышался и он думал что он таким образом ему имитирует сахарный диабет искал все причина в мозге оказалось нет оказалось что этот укол так называемый сахарный укол клода бернара он всего лишь активировал выброс адреналина и поэтому гликоген распадался до новых порций глюкозы это давало повышение уровня глюкоз никакого отношения к сахарному диабету это не имеет но давайте вначале прежде чем мы ответим на вопрос то какой же орган поврежден при сахарном диабете поговорим о том откуда вообще возникло слово сахарный в 16 веке в англии жил ученый по фамилии виллис он был одних одним из основателей британского королевского общества это аналог нашей академии наук то есть известные ученые в научных кругах англии и уже когда он был пожилым человеком и и когда к нему относились как любому старику немножко насмешливо он решил провести такой эксперимент он сказал так секундочку при сахарном диабете чего много мочи значит мочой что-то не так а ну-ка мы посмотрим на эту мочу вроде бы обычного цвета прозрачная а давай-ка я ее попробую на вкус и виллис 1 который взял мочу больного сахарным диабетом и попробовал на вкус ну кому придет в голову пить мочу больного человека а вот ему пришло в голову и он с удивлением обнаружил что она сладкая и и тогда он об этом всем рассказал все подняли его на смех ну что же это такое пьет мочу больных людей и так далее но прошло еще сто лет и удалось химическим анализом доказать что да действительно мальчик больных сахарным диабетом повышено содержание глюкозы в результате диабет получил название милитус диабет из милитус слова диабет из это слово которое придумали цельсия ред а милитус это слово которое было придумано в средние века в англии но это кто же греческое слово и означает она медовый потому что мед сладкий поэтому на самом деле диабет никакой не сахарный он медовый надо говорить медовый диабет но в русском языке благодаря не точному переводу установилась сочетание сахарный диабет и мы теперь говорим все сахарный диабет но вы должны понимать если будете с кем-то разговаривать вы должны сказать а вы знаете что диабета на самом деле не сахарная медовая это неправильный перевод будет кстати интересно эту точку зрения узнать потому что она кажется неожиданным и так вот этот медовый сахарный диабет он стал медовым только в средние века и 16 веков прошло пока люди поняли что истечение большого количества мочи связано с повышением уровня глюкозы ну а дальше а дальше мы должны вернуться к вопросу так тоже в конце концов понял что сахарный диабет это заболевание поджелудочной железы это были два немецких врача меринг и минковский в конце 19 века они из они вообще не собирались заниматься сахарным диабетом они изучали пищеварительную функцию поджелудочной железы и они взяли собачку бедную несчастную лабораторную собаку удалили у нее хирургическим путем поджелудочную железу и решили посмотреть что же произойдет имеется ввиду с перевариванием пищи дело было летом это важный момент и второй важный момент они оставили собаку в предоперационной и забыли закрыть окно на ночь когда они пришли на следующий день они были поражены вот чем вот из-за чего вокруг собаки этой бедненькой прооперированной образовалась лужа жидкости ну потом они выяснили что собаки за ночь отделилась большое количество мочи но этого мало вся комната была заполнена мухами потому что моча была сладкая и мухи прилетели на этот сахарный сироп и кружились вокруг этой несчастной собаки и тогда меринке минковский первые поняли секундочку мы удалили поджелудочную железу а у собаки развились симптомы сахарного диабета значит причина где причина в поджелудочной железе и вот с конца 19 века началось из интенсивное изучение поджелудочной железы которая привела к тому то есть вот это изучение привело к тому что многие ученые приближались и приближались и приближались к решению задачей но только одному а именно фредерику бантингу я запишу его фамилию фредерику бантингу это канадский ученый удалось выделить из поджелудочной железы инсулин в очищенном виде это очень сложная задача потому что поджелудочная железа вырабатывает и пищеварительные ферменты в том числе протеолитические как только перемалывали поджелудочную железу протеолитические ферменты уничтожали инсулин потому что инсулин это тоже белок и только бантинг придумал очень остроумный метод как выделить инсулин таким образом чтобы он не успел разрушиться протеолитическими ферментами поджелудочной железы я в этом написал целую книгу ветхозаветная тайная ребра адама вы можете взять ее в библиотеке почитать это драматическая история с большим количеством и научных подвигов и человеческих предательств так или иначе но инъекции инсулина позволили бантингу вылечить фактически абсолютно неизлечимую болезнь которая всегда приводила к смерти 1923 году бантинг получил за эти исследования нобелевскую премию вместе с ним эту нобелевскую премию разделил джон маклеут который был руководителем лаборатории где работал бантинг хотя он ну в свое время даже не разрешал бантингу вести эти исследования в результате разразился нобелевский скандал и бантинг и маклеут не поехали получать нобелевскую премию но это совершенно другая история давайте вернемся к симптомам сахарного диабета и так мы уже сказали что при сахарном диабете повышается уровень глюкозы это так называемая глюкозами я или гиперглюкозами и избыток глюкозы может выходить с мочой развивается глюкозурия и так гиперглюкозами и глюкозурия то есть повышение содержания глюкозы в крови и если точнее в сыворотке крови определяют глюкозу и в моче следы глюкозы в норме а тут она появляется помните виллес обнаружил что моча сладкая на вкус но норму глюкоза вы должны знать хотя разными при определении разными методами ну норма немножко в разных книжках колеблется но сейчас считается 3 и 3 5 и 5 мой на литр это нормальное содержание глюкозы в крови если выше это уже патология иногда эту норму даже повышают до 5 и 8 даже в некоторых руководствах еще советское время даже подняли до 6 и 6 но сейчас считается что вот 3 3 5 и 5 в принципе это нормальное уровне содержания глюкозы крови если выше это уже нехорошо это надо обследоваться и посмотреть что делать и так дальше большое содержание глюкозы крови появление глюкозы в моче и большое содержание глюкозы крови приводит к тому что объем мочи увеличивается и это полиурия мы уже об этом сказали эту полиурию обнаружили еще цельсиорет и отсюда название диабет полиурия дальше следующий симптом больной теряет большое количество жидкости мочой и происходит обезвоживание организма высыхание организма поэтому больной испытывает жажду следующий симптом это жажда жажду называют полигипсия хотя полигипсия это в переводе все-таки много пить и скажем так когда человек много пьет а жажда это немножко другой жажда это когда человек хочет пить но тем не менее вот полигипсию переводят как жажда дальше что первично студента спрашиваю на экзамене при сахарном диабете почему человек испытывает жажду ответ очень просто мгновенный ответ потому что у него отделяется много мочи правильно а почему у него отделяется много мочи студент задумывается и говорит ну это же так просто потому что он пьет много воды хорошо а почему он пьет много воды но это же так просто потому что у него отделяется много мочи я не успокаиваюсь и говорю а почему отделяется много мочи уже там все другие экзаменаторы студенты уже смеются улыбают ну потому что много пьет воды почему и вот этот замкнутый круг и студент не может сказать что же первично первично полиурия потому что с мочой нужно убирать из организма избыток глюкозы а вторично полигипсия то есть жажда и когда больной пьет много воды это вторично запомните дальше голод больной испытывает голод потому что вот видите энергетические процессы имеют ряд блоков на пути и энергии образуется немного поэтому он хочет все время есть еще не сладенького потому что углеводы хорошие источники энергии ему как раз сладенького нельзя потому что это приведет к накоплению глюкозы и кетоновых тел и вот этот голод мы иногда говорим голод или волчий голод даже такой есть научный термин по-научному называется булимия хотя булимия это на самом деле пожирание большого количества пищи вот эти симптомы связаны с нарушениями энергетического объема при сахарном диабете больной все время хочет есть дальше у больного помните мы с вами говорили накапливается большое количество кетоновых тел они вызывают ацидоз развивается кетон имия и даже кетон урия и тоннами это когда много кетоновых тел в моче и в начале двадцатого века в царской россии когда земский врач приезжал там какую-то отдаленную деревню он уже в сенях когда заходил в избу еще не видя больного ставил диагноз больной сахарный диабет почему потому что в доме пахло ацетоном больной сахарным диабетом выделяет кетоновые тела ацетон с мочой с потом с дыханием и так далее и вот уже по запаху можно было сказать здесь смертельно больной человек тогда еще не было банкинга тогда еще не было препаратов инсулина и тогда этот запах был достаточно страшный означал скорую смерть а чего же наступает смерть при сахарном диабете здесь очень много разных причин но одно мы с вами разберем дело в том что при сахарном диабете часто возникают инфекционные осложнения почему по двум причин что такое инфекция инфекция это когда микроорганизмы поселяются у человека в теле и фактически его убивают развивается инфекционный процесс у нас для того чтобы бороться с этим микроорганизмом существует иммунная система антитела и другие белки системы комплимента например и рецепторы клеточные это все это белки а вот при сахарном диабете во-первых организм человека это большая чашка петри то есть это прекрасная питательная среда потому что все пропитана глюкозой и тут есть микробам где поживиться а во-вторых посмотрите из-за недостатка энергии организм расщепляет углеводы жиры и белки в том числе и белки иммунной системы тоже разрушаются и иммунитет ослабевает и вот на фоне с одной стороны большого количества еды с другой стороны ослабленного иммунитета развивается инфекционные осложнения ну в начале это может проявиться в виде фурункулеза когда у человека появляются различные прыщи гнойники на коже а потом это может привести к более тяжелым последствиям это пневмония пиелонефрит и другие гнойные процессы которые начинают происходить в организме и если человека не вылечить вот как бы второй сопутствующей болезни то он эта болезнь может привести к смертельному исходу поэтому желательно не допускать повышения уровня глюкозы и кетоновых тел здесь есть еще одна опасность высокий уровень глюкозы очень высокий уровень глюкозы может привести к тому что гипергликемическую кому высокий уровень глюкозы приводит к тому что человек теряет сознание и до изобретения манти бантингом способа выделения инсулина всегда диабетическая кома заканчивалась смертью потому что мозг перестает работать при таких высоких концентрация глюкоз высокие концентрации ацетоновых тел могут приводить к кетоацидотической коме ома это бессознательное состояние и кетоацидоз высокое содержание этих кетоновых тел и соответственно протонов водорода в крови тоже может привести к тому что человек теряет сознание впадает в кулу и кетоацидотическая кома тоже чрезвычайно опасно и может закончиться смертельным исходом вот какое коварное заболевание сахарный диабет и теперь вы знаете почему возникают эти все симптомы вот биохимические блоки раз два три 4 5 5 биохимических блоков которые возникают при отсутствии гормона инсулина и которая приводит к тяжелым последствиям если заболевание во времени выявлять и не лечить сейчас существует много способов лечения сахарного диабета 1 2 типа полностью заболевание пока не излечивается но можно продлить жизнь человеку на неопределенное время а это уже можно считать победой над заболеванием и заключение лекции я хочу рассказать случае который произошел вот сразу после того как бантинг открыл способ выделения инсулина в одном из северных американских штатов заболела девочка сахарным диабетом и мать успела довести эту девочку в канаду к бантингу это был один из северных штатов там расстояние было небольшое девочка уже впала в диабетическую кому и бантинг встретил поезд на перроне со шприцом в руках зашел в купе и вколол первую дозу инсулина прямо в поезде и девочка была спасена после этого она прожила еще около 60 лет вела полноценную жизнь работала в компании мать которая была врачом по специальности она внесла большой вклад в разработку доз но что да не было понятно сколько колоть как колоть и так далее в разработку схемы лечения и вот один из первых пациентов который должен был умереть вот эта девочка которая должна была умереть молодому в юном можно сказать возрасте она прожила долгую жизнь даже тогда когда были плохо очищены препараты инсулина жизни можно было уже продлевать на достаточно большое время я думаю что на этом мы сегодня закончим надеюсь что из того что мы сегодня обсудили вам все понятно если непонятно можете спрашивать у меня у своих преподавателей я желаю вам счастья до свидания встретимся через неделю удачи